Девушки отдыхают А в прудах и реках рыба водилась Жил народ на Руси-матушке, да не ту жил А только стали вдруг дела нехорошие твориться Откуда ни возьмись, появился злодей Соловей-разбойник Ни конному, ни пешему прохода не давал Жег да грабил деревни Гуцке Откуда ни в кофе Илья! Ну, помогай, мать сыра земля. Хороший у тебя конь, Илья. Может, продашь? Не конь это вовсе, а друг мой верный. Не конь это вовсе, а друг мой верный. Не конь это вовсе, а друг мой верный. Ой, спасибо вам, Илья. Спасибо вам, Илья Иванович. Я вернусь. Чего он сказал? Я вернусь. Это на социальные нужды. Это дружиния. Вот это прочие расходы. На прочие много идёт. Это да, это верно. А что, ежели налоги повысить? Скажем, пущай не десятину, а четвертину платят. Что думаешь? А может, прочее сократить? Ну-ну, а ты часом не демократ? Чур меня. Господь, ставку и князь. То-то. Гляди у меня. А верно сказывают, будто бы ты опять соловья за сто монет отпустил. Это дела государственные, тебя не касаются. Да что же я, как собака цепная, буду за каждым разбойником бегать, а ты его заново на волю выпускать? Да ты что, сдурел, что ли? Не суйся ни в своё дело. Я князь. Чего хочу, то и ворочу. Действую в интересах державы. Ах, вон, а как. Этак-то можно много наворотить. Ну, всё. Хватит с меня. Ишь ты. Распустился. Супай отсюда. Я-то пойду, князь. Только на службу впредь. Меня не зови. Точка. Иди, иди. И без тебя на Руси богатыри найдутся. Не забудь коня оставить. Как так оставить? Боурушку? Да как можно, княже? Животина казённая. На балансе значится. Нет, можешь уплатить. Разумеется. Кли деньги есть. Видал? Дожили. Князь, там к тебе этот летописец пришёл. Опять? Сказано же не пущать. Вот привязались. Не пустишь, князь. А они опять гадость какуна царапают. Ну так чего? Просить? Эх, ну известно дело просить. Чего спрашиваешь, болван? Не горюй, бурушка. Я тебя обязательно выкуплю. Денег заработаю. Ну почему? Я могу землю пахать, хлеб сеять. Ну, не умничай. Эй, Степан! Грибу ты ему расчёсывай. Да гляди, не стриги. Ему силу убавишь. Себе горе возьмёшь. Будет сделано, Илья Иванович. Ночью звезда с неба упала. Добрая примета. Я желание загадал. Оглянуться не поспеешь. Уж вместе будем. Дожили, а? В былые годы я бы писак этих в два счёта. Кандалы, темница. А теперь, видишь, народ правду желает знать. Что скажут на западе. О, баба. Хорошенькая. Как ты, милая, сюда попала. Я не баба, а летописец еженедельного издания Новая Береста. Ты летописец? Да. И я хочу знать, по какому праву меня не пускают во дворец. Как не пускают? Да что же это такое? Вы подтверждаете отставку лемурумца? Говорят, что он обвинил вас в сговоре соловьим разбойником. То неправда. Пусть вначале докажут. Это верно. Закон таков не пойман, не вор. В переносном смысле. Уберите его. Уберите. Зарисовка во дворце запрещена. А знаете что? Как вас зовут? Аленушка. Какое замечательное имя. Так вот, Аленушка, ведь нам с вами здесь поговорить не дадут. Пойдемте-ка в мой кабинет. Не вели казнить душа земель русских! Нет, ну вы видали? Чего опять стряслось? Казна, светлый князь. Чего казна? Соловей-разбойник? Бандит проклятый. Казну украл. Каковы будут ваши дальнейшие действия? Успел? Мне нужен крупный план. Собравшись с духом, да придя к рассудку мудрому, стал князь мыслить решать, как вора изловить, да богатство воротить. Догнать! Поймать! Богатыря в погоню! Не вели казнить, князь. Только где же богатыря взять? Илья Иванович в гневе домой направился. Обиду на тебя, светлый князь, затаил. А соловей-то еще и коня забрал. Муромского. Послушай, светлый князь, а что, ежели Ильюшке про казну не слово, а про коня рассказать? Он же больной до коня этого. Поедет выручать его, а заодно и казну нашу выручит. Правильно, нужно срочно к Илье ехать. Смотрите мне, что про казну из дворца. Послушайте, князь, а можно мне с вами к Илье Ивановичу? Летопись я пишу. Будни русских героев называется. Так, кто ее впустил? Так ведь ты сам, князь, велел. Это я раньше велел, а теперь не велю. Все, уберите ее! Опала! Это произвол насилия над прессой! Свободу беру и славу! Свободу беру! А Илья Муромец землю пашет, да онучи вяжет. Единою мыслью томил. Друга верного у князя выкупить. Ну что вы, мама. Я же еще не устал вовсе. Не спорь с матерью, совсем осунулся. Кожа да кости. Я вот как думаю, жениться тебе, сынок, пора бы. На ком? О, какая разница. Хуж на той, а хуж на этой. Вот, к примеру, Варвара. Кузнеца нашего дочи. Щеки красные, сама крепкая. Ух! Она от того и красная, что от печи кузнечной не отходит. Хорошо. Давай на Глашеньку поглядем. Уж есть на что глаз положить. Такая девица мне не по вкусу. Тьфу ты, не по вкусу. Тебе что же, щи из нее варить? Но, мама, муха в молоко попала. Ждите, мама, гостей. Примета такая. Примета. Жену себе тоже по приметам искать будешь? А почему нет? От судьбы не уйдешь. Она укажет и знак подаст, когда суженую встречу. Эй! Ах ты, Лишенко! И вправду кто-то скачет. Князь, пожалуй. Не иначе. Случилось чего. Неужто сам князь почет оказал? Ух ты! Воспит. Не прибрано. Беда. Ой, беда. Тьфу ты, иготемная. Доброго здравия тебе, светлый князь Киевский. Надежда городов русских. Мама. Илья Иванович, соловей-разбойник вновь распоясался. А мне-то что? Это дела государственные. И касательства к ним я не имею. Илья Иванович, так ведь на святое позарился. Коня твоего, бурушку-косматушку. Сокола нашего из конюшни увел. Как увел? Когда? Вчера с ночью. Не брось друга верного. Скорее за ним не отставать. Доброго дня вам, хозяюшка. Не скажете ли, где богатыря сыскать Илью Муромца? Токма тут стоял, землю пахал. А как князь приехал, вскочил на коня и ветром умчался. Опоздала. А вы сами кто Илье будете? Известно дело, мама я ему. Ой, здорово. А расскажите, что чувствует мать героя? Гордость за сына, тревогу, смятение. Верно сказала, тревогу. Узелок-то заветный Илюша взять забыл. А я и не напомнила. Ой, так давайте мне. Я-то уж его теперь в церковь встречу. Давайте, давайте. Не сомневайтесь. Остригли. Племя базурманское. Ай-яй-яй-яй, беда-то, горе какое. Ты, князь, вели отдать доспехи мои ратные. Допущай, подыщут коня покрепче. Завтра выезжаю. Эй, там, чего мешкаете? Снарядите богатыря русского в путь дорогу опасную. Ради такого дела правого решил я с тобой поехать, Илья Иванович. Подсоблю в подвиге твоём непростом. Ещё чего. Я обоз в поход не беру. Илья, не право, не ловко. Вроде бы я во всём виноват. Но что бурушку украли? Я говорю, нет. А я говорю, да. Я говорю, нет. А я говорю, да. В конце концов, за тебя это честь государства. Да чтоб тебе пусто было. Ха. Добрая примета. Что ж, твоя удача, князь. Но учти, вдвоём пойдём. Быстро да налегке. Добро. Добро. Ну давай же. Ну что же ты. Не бойся. Давай. Не хочет идти. Заупрямилась. Она у меня высоты боится. О! 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 Так она у тебя стреножена. Как же ты на ней в путь-то собралась? Правда, я и не заметила. Ой, а вы не Илья Муромец? Он самый. А ты что? Знаешь меня? Да кто ж не знает Илью Муромца? Спасибо вам. Выручили? Пустяки. А ведь мы не случайно встретились, Илья Иванович. Как так, не случайно? Вот, летопись я пишу. Будни русских героев называется. Мечтаю с вами в поход отправиться. Бурушку спасать. В поход? Ну да. А еще у меня есть поручение к вам. От мамы вашей. Ой, да куда же это я задевала? Поручение от мамы. Ты вот что, хватит мне зубы заговаривать. А как же поход, Илья Иванович? Бей! Да как же они про казну-то пронюхали? Это наши конкуренты. Для них вообще ничего святого нет. Вот она. Свобода слова. И не говорите. Завтра же во всех утренних летописях и про коня, и про казну укажут. А ну как Илья Иванович прочтет случайно. Эй, палача сюда! Погодите, князь. Палач здесь не помощник. Что написано, пером не вырубишь топором. Да ну. Он у меня такой виртуоз. А народ чего скажет? Вот то-то. А я-то дело легко поправлю, если меня с собой в поход возьмете. Поход? О храбрости вашей летопись напишу. Мне материал, вам уважение. О храбрости? Ну а почему нет? По рукам. А Илья Иванович возражать не будет? Илья? Да кто он такой? Да у меня таких, как он, десятки. Сотни. Да в конце концов, я князь или не князь? А за корою, за корою, горы, да леса. А за теми, за лесами, дрым, да трава. А! Это что? Где? Дружина. Какая дружина? Мы о чем договаривались? Да ты что, сдурел Илья? Какой князь без дружины ходит? Так. Вот что. Кар. Что кар? Кар. Чуть не опоздала. Ну что, трогались? Да вы что тут все? Сговорились? А что? Пускай с нами едет. В дороге веселей. Сметану кислую взяли. Воры. Сметану кислую взяли. Сметану кислую взяли. От окраины леса пешими пойдем. Что значит пешими? Да никуда я пешими не пойду. А не послать ли тебя князь обратно в Киев? Что значит послать? Да кто ты таков есть? Чтобы князя посылать. Кто ты и не могу нам князя посылать? А знаешь, Илья? Вот я по натуре человек отходчивый. Вспыльчив иногда. А так зла ни на кого не держу. Ну чего еще? Птицы умолкли. А на что нам птицы? Не на охоту вышли? Зверь да птица всегда беду чует. Не одни мы тут. Ой, да что ты! А вон видишь, шишка на тропу упала. Жди снега к ужину. Приметы народ веками замечал. Они всегда правду говорят. Да что я тебе дитя малое сказки слушать? Приметы. Илья Иваныч! Илья Иваныч! У меня же поручение к вам. От мамы вашей. Илья Иваныч! Скажите, а Соловей это, это ваше имя или фамилия? Что заставило вас встать на скользкий путь грабежа и разбоя? И мы таки. Жизнь така. Вяжи ее, ребята. Здесь ночь переждем. Здесь? Да ты вокруг посмотри. Дерево сухое, да и сыч не в добро кричит. Гиблое место. Тебе то что? Ты ж в приметы не веришь. Ну, знаешь. Сам же говорил, народ приметы веками замечал. Вообще неспокойно мне как-то. Все, закончили обсуждение. Пора спать ложиться. До полуночи ты стоишь в дозоре. Я? Ну да, ты. А что такого? Потом я тебя сменю. Здесь все равны, понял? Демократия. На-ка, держи. Демократия ваша до смуты доведет. Я же, чтоб глаз не смыкал. Давайте. Продолжение следует... 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 А я князь, если он забыл. А князь с Илюшкой, небось, слезами обливаются. Где мои денежки? Где мой конь? Где мой бурушка? Что? Тяжко без грибы волшебный. А ты не беречь соловью, не беречь. Ну-ка, а где мое золотишко? Золото соловью нужно. Золотом соловей новую жизнь начнет. Заграничную. А тебя я первому встречному продам. Понял? Или нет? Прикажу сделать из твоей шкуры два барабана. На одном сам буду играть, а другой Илье пошлю. Ах ты бунтарь, кровольник! Ах ты паразит! Я-то думал по совести поступить. Коня ему, казну мне. А теперь вот ему. Вот ему. И конь мой, и казна моя, и казна моя, и конь мой. И все мое. Видеть его не хочу. Нет, князь, неправильно это. Мы должны догнать Илью. Что это? Это мама Илье велела передать. Сказала, землица родная ему силы придает. И что с того? Нам теперь Илья бунтарь без надобности. Нельзя так. А если с ним беда случится? Ну и по делам. Эх! Хорошо. А как без Ильи словья одолеть? Вы об этом подумали? Как? Как? Василевс нам поможет. Да кто ж сравнится с Ильей Муромца? И что это за богатырь такой, Василевс? Эх ты, летописец! Василевс – это император византийский. Брат он мне, по крови владыческой. Стоит только ему шепнуть, как он соловья для меня из-под земли достанет. Пока князь со спутницей своею добирались до порта, Илья, между тем, находился на полпути к Царьграду. А соловей-разбойник победу празднует. Был уже совсем рядом с великим городом. Три! 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 Забирай! Конь-то добрый! Не жалко! Может, отыграешь? Да я себе сто таких куплю! Тысячу! Что мне, какой-то конь! Да за эти деньги весь Царьград уже сегодня будет моим! Знаешь, сколько здесь? Знаешь, а? Ах ты, шайтан в отроде! Нет! Теперь это мой конь! Прочь с дороги! Что ж, купец, проверим крепок ли ты в ногах! Среди Шайтан Среди Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Просил пройти ко вторым воротам... Ну вот, почти добрались. Сейчас сядем на корабль и считай, дело сделано. У тебя деньги-то есть? Да-эй, это я так спросил. Зачем нам деньги-то? Князь я или не князь? Продолжение следует... Продолжение следует... Ах, какая краса! Фигурка и лоза, лицом ягодка! Не желаете ли в Царьград попасть? А вам-то что за дело? Могу поспособствовать, а кроме того и работу предложить. Оплата высокая, жильем обеспечу, страховка. Как так? Кем? В шоу-бизнесе. Экзотические танцы. Я уже вижу. Звезда Царьграда! Нет-нет, это не подходит. А вот скажите, мужчину я ищу видного такого, высокого, благодаря одним словам. Опять ты проилю. Ты вообще про кого летописто пишешь? Рядом герой, а у тебя дезертир на уме. Нам два билета в первый класс. Оплата за счет принимающей страны. И чаю подай с баранками. Это в летописто описывать не надо. Аз есмь, князь, да я тебя. Вот погоди, придете ко мне за лицензией? Эх, князь, аз есмь. Ждите меня здесь. И, конечно, не надо. И, конечно, не надо. А в Царьграде жизнь шла своим чередом. Василевс, император византийский, трудился, не покладая рук, и ночью, и днём о делах государственных размышляя. Вот, примерно так красиво получилось. Здесь же княжество киевское расположено. Да, любопытно. Ну, что стало? Армию-то на что кормим? Так, великий император, братья же, поверь. Не понял. Хочешь расстроить императора? Где этот? Где палач, я спрашиваю. У него выходной, великий император. Ну, как говорится, милый у тебя. Пока-а-а-а. Столка! Нет, не просите, не мляйте всех палачу. Буду казнить император. И таким образом царьград сумел сохранить себя за свою более чем тысячелетнюю историю. Сразу по прибытии с вами будет проведена обзорная экскурсия, и вы все увидите своими глазами. А сейчас мы предлагаем вам отведать свежего чая с баранками. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Не понял, кто пустил лошадь в сад императора? Эй, кто-нибудь, плача сюда. Так ведь у него выходной. Потом подгуляет. Фу, ты рыбская клясница. А это не наша, это лошадка изволила. Золото. Любопытно. Снизошла божья благодать на голову твой, великий император. Коня волшебного не просто в руки вручила, а за дела праведно отметила. Слава великому императору! Слава. Молодцы, молодцы. А где? Где, я спрашиваю. Конь волшебный мой. Опустили, проворонили, так все живо искать моего коня! Му-му-му-му-му-му. Уйди, уйди. Эй, кто-нибудь, уберите его! А может, с воздуха попробуем? Любопытно. Молодец, молодец. Иди сюда. С парашютом прыгать умеешь? Ой, святители, а... понастроили. Вон где дворец Васильевса оказывается. Ой, далеко-то как. Дай-ка я присяду на минуту, а то... А то ж голова закружилась. Смотри, как у них здесь культурно. Даже стулья на улице стоят. Ой, хорошо тут у вас. Культурно. Культурно, я говорю. Я, как вернусь, тоже вели стулья такие в Киеве поставить. В Киеве поставить. Ой, удобно. А деньги? Какие деньги? За приказный отдых на моем замечательном кресле. Что? Да ты в своем уме? За посидеть на этой драной табуретке? Ты хочешь деньги? Тише, тише. Лучше заплатить, князь. Откуда? Я же тебе говорил, нету мне денег. По миру пустят. Попутчики непутевые. Серебро. Серебро, говорю. Дива заморская. Это что за птица такая, а? Это шар воздушный. Вы что, украли вилку на судне? Еще чего. Это оплата. Не каждый день у них князь на разносе. Пока ничего не вижу. Ничего. Вот. О. Молодец. 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 Покажешь ему короткую дорогу. Ему сказал кто-нибудь, что нужен дернуть за кольцо? Глаза-то разуй. Едва беду вперед себя не пустил. Спасибо. От зверя лютого уберегла. То-то не грех бы и спасибо сказать. Спасибо, бабушка. Спасибо! Да слышу я, чего кричишь-то? Спешат, спешат. А на спасибо и времени нет. Чего не успеем за сегодня? Далековато дворец. А у императора рабочий и короток. Это я вообще тружусь от зари до зари. А императоры, а не знаешь? Держи! О! Вот эту хуй животину я бы себе завел. Не кусается? О! 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 Лицом ягодка. Ты все богатыря ищешь. А что, вы знаете, где его найти? Конечно, знаю. Прошу, дорогая. Это мой конь. А ну, прочь с дороги. Ты чего это? Никак свистеть здесь вздумал. Не свисти, говорю. Не свисти. Денег не будет. Примета такая. Не свисти. Не свисти. Не свисти. Эй, ты чего там копаешься? Я к Василевсу опаздываю. Это прогулка, а не такси. Так, все. Ну-ка, стой, братец. Снимай меня отсюда. Хорошо. Давай деньги. Ты же клялся, что не берешь денег. Я беру деньги не за прогулку, а за то, чтобы с лесослана. Понял, да? Ах ты жулье заморское. Вот погоди, спущуся я. Ай, сейчас спущусь. Ай, сейчас спущусь. Где ж ты, Бурушка? Подай хоть знак какой. Пришли весточку любую. Бурушка. Князюшка. Илья! Илюшечка! Стими меня отсюда! Илья! Витязь, мой дорогой! Слава Богу! Встретились! Я по натуре человек конхотчивый. Ну, ты знаешь. Полагаю, нам все-таки вместе нужно держаться. Чужая земля все же. Что, что думаешь? Хм. А что это за чудище заморское? Ты еще здесь? А ну, пошел отсюда, скотина и бестолковая! Эки ты, князь неловкий. Разве можно с животиной так разговаривать? Она, как человек, ласку любит. Ух ты! Хороший, хороший! Мы тебя не обидим. Откуда ж такой зверь чудной взялся? А, бизнесом его кличут. Обмана меня окутал, погонщик проклятый. Говорит, садись, прокатись на деспоте этом. Денег, мол, не надо. Я сразу смекнул, что да как. А он все равно прокатись, мол, князь, окажи почет. Ты увел мой слон. Илья Иванович! Вот он, бандит проклятый. Где мои деньги? Отдавай мои деньги! Какие деньги? Замолчи, глупый скотина. Кто духом слаб, у того животное в опале. По что звери тиранишь? Я хотела забирать мой слона. Я хотела забирать мой деньги. Этот жулик. Сам жулик? Ну, я вам сейчас покажу. Да оставь ты его, княже. Лучше скажи, Аленушка-то, куда делась? Никто не умеет обращаться с парашютом. Как дальше жить будем, а? Ну-с, пока ловит моего коня, будем тренироваться. Давайте, полезайте. Живо! Великому императору во благо смею предложить девицу заморскую фигуркой лоза, лицом ягодка. Это да, любопытно. По какому праву меня схватили и, супротив воли, сюда доставили? Нравится. Нравится. Нет, честно. Нравится. Даже лучше этой позапрошлой. Немедленно развяжите меня! Я сама к вам шла. Сама шла? Как вас зовут? Да при чем здесь имя, Аленушка? Какое замечательное имя. Вот что, Аленушка, пойдемте-ка в мой персональный кабинет. Поймали! Поймали, великий император. Все-таки раскрылся парашют. Поймали коня твоего придивного. В коню определили. А разбойников что за ним гонялись? Только одного поймали. Как одного? Хочешь расстоять императора? Этому палача мне коня моего. Живо! А можно мне посмотреть? На палача? Да нет же, на коня придивного. Больно любопытно. Давай, княже, не отставай. О, гляди-ка! Еще один Василевс. Не, ну как живой, честное слово. Вернемся. Я тоже велю таких поставить. Штук с десяток. Вот красота-то будет. Пойдем, княже. Говорю ж, здесь где-то бурушка бегает. Чует мое сердце. Да не переживай ты так. Он нам вмиг поможет казну найти. В смысле, бурушку спасти. Он же мне брат по крови владыческой. Ага! Ну что, попались? Ай, все! А-а-ай, все! Слышь! Ну что, на-кась выкуси, знай наших, аспиды. А ты, дружи мой дорогой, нисколько в силе-то и не убавил. С чего бы мне ее убавить? Ну а как же? А землица русская, от которой ты сил-то берешь, она ни при чем выходит? Ух, хитрец. Как же это я запамятовал. Эй, ты чего это, а? Вставай, Илюшенька. Вставай. Я же пошутил. Про землю-то. Я к Василевсу. Илюшенька, к Василевсу. За помощью. Ну-ка, служивый, доложи немедленно Василевсу, что прибыл друг его старинный, князь Киевский. Ну, мне долго ждать? Пропустите меня. Василевс! Василевс! Вы что делаете, холопы? А ну, пустите меня! Василевс! Василевс! Вася! Вася! Езжись! Проклятирус. Не захотел по-хорошему. Пускай теперь за тебя выкомплатят. Проклятирус. Спасибо тебе, чудо заморское. Сам бы я не справился. Эй, чем же я тебе помогу? Видишь, напасть какая приключилась. Всю свою силу я растерял. Послушай, так вот же подкова Бурушкина. Она ж по родной земле ходила. Давай, милая, выручай. Давай. Давай. Гляди-ка, и впрямь силушка возвращается. А ну-ка... Возвращается. Здравствуйте, девочки. Ну, вот так как-то. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Крем. Беру. Чему? Фух, слава тебе, господи. Здарова, православная. Кто таков будешь? Я князь. Чаю выпьешь, князь? Иди к нам, князь. Присаживайся. Здорово, служивые. Тут такое дело. С князем киевским я прибыл. Не появлялся ли он здесь? Понимаю, служба. Не велено с посторонними на мосту разговаривать. Вы чего это, братцы? Видать, спутали меня с кем? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, так что? Был здесь князь киевский? Был, значит. А куда подевался? Вот, вот, пожалуйста. Тупая скотина. А пользы от нее больше, чем от всех вас. Любопытно. Сколько еще у него внутри? Можно вас попросить интервью? Такая необычная история. Нет у меня никакого интервью. Был конь. И того вот нигде. Бурушкой его зовут. Как? Бурушкой? Не вели гадить. Он мудрейший император. Не понял. Благой конь твой. Чего конь? Перестал. Сладко. И сверкать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, собирайся, княжи. Эх, только-только ужин принесли. А короны. А вообще, молодец, Илья. Не забыл своего князя. Ну, поехали, что ли? А знаешь, что братва сказывает? Будто бы Василевсу коня придивно доставили. Злата, говорят, и себя извергает. Что за ерунда? Какое злато? А вот такое. А вместе с конем еще и девицу-иностранку привели. Уж не Алену шкули. А где ж... Где ж казна-то моя? О, как я за казну волнуюсь. Ладно, княжа, не горячись. Разберемся. Почему конь больше не извергает злато? Отвечай. Послали кого-нибудь за палачом? Не надо! И рассказал узник безвинный о кознях Илюшке Муромского. О том, как лишил его злодей бессердечной добра честно нажитого. Обобрал до нитки. Да и спрятал все золото в коня своего волшебного. Великий Император, русские разрушили мост во дворец. Сейчас, Бурушка, сейчас. Великий Император, русские разрушили городскую тюрьму. Ну, землица родная, выручай. Великий Император, армия для похода на Киев построена. Вот тебе, князь, и брат по крови. Здесь, верно, ошибка какая-то. Русские, сдавайтесь! Русские не сдаются! Где здесь русские-то? Вот эти, что ли? Вы с бизнесом вперед ступайте, а я тыл прикрывать стану. Илья, куда ты... Продолжение следует... Продолжение следует... Не та сила, что на Руси и матушке. Она вроде и та. Продолжение следует... Не тягаться тебе, император, с богатырём русским. А ты мне не поверил. Те я б хотел брать. Здесь особенный воин нужен. Чего просишь? Чего? Зубных дел мастера. Для начала. Ну, вот так как-то. Аленочка! Держись, Илья! Держись! Вот, землица русская! Вот и сменялись. Теперь ни за что не разданемся. Илья, землица русская. Мама твоя просила передать. Помнишь? Спасибо. Да только запоздала ты маленько. Гора с горой не строится, Илья! Не свисти! Я ж тебе говорила, балда ты окаянная. Где моя казна? Душу губ проклятый! Отвечай немедля, пока я сам с тобой не разобрался. Здравствуй! Здравствуй, брат мой названный! Нет, правда, не узнал. Как у вас говорят, богатым будешь. Вернул Василевс казну княжескую, чему князь долго не мог нарадоваться. И шли они, и ехали, и так добрались до дома, где ждали их и почет, и слава. Он вернулся! Он вернулся! И обрел Илья Муромец свою былую мощь и силу, и побил тогда Илья Муромец врагов полчища издетная, а злодея главного схватил за поезд, да и забросил за моря. С тех пор слава да почета, Илья Муромца не только в русском народе, но и в других странах заморских. И как беда какая-то кличут Илью Муромца души, и живет народ спокойно, покуда Илья Муромец... Все, хватит! Ну что ж, хорошо, Аленушка написала. Свежо, правдоподобно. Ну-ка, подай-ка мне летопись. Так, ты, милый человек, вот здесь и здесь, короче, везде. Илью Муромца на князя Кирска взамене, и ладно будет. Ну, вот так как-то. ПЕСНЯ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok